всем привет стреляют приехал на такое вот местечко рядом с городом у нас приехал чтобы обжечь казан обжечь казан как я уже говорил чтобы казаном пользоваться новый казан обязательно нужно подготовить его обжечь для этого мне потребуется сам казан естественно масло подсолнечное какая нибудь ложка поварешка вот лучше такая шумовка головка лука не обязательно но тоже сначала такую штуку ну и дрова конечно из дров сейчас идет дождь есть немножко что пожечь но я с собой взял вот эту вот штуку сама коробка от казана чего хотел выбросить потом решил оставить мало ли для чего дерево пригодится но это сосна мало для чего пригодится поэтому ее просто сожгу адресина сухая хорошая ну чтож приступим ну вот с помощью топора и молотка я забрал ящичек теперь давайте попробуем попробуем моим новым ножом ножом сова построгать немножко щипы наделать как хорошо про почти как мора вот здесь ручка удобная что сведение у него тоненькая не скажу сколько но на кончике наверное около миллиметра 08 наверно так примерно не больше 0 5 что ж разжигаем костер вернее мангал заводом извиняюсь за посторонние шумы вон здесь вон железная дорога то что выходят машины ездят там вообще трасса ну да ладно разводим мангал Взял с собой Глеба Лука Сало Приготовлю кастер Приготовлю кастер Багажники Только там неделю Погода у нас влажная, дожди Дерево видимо отсырело Но чувствуется что оно Сверховлажное Поэтому горит совсем неохотно Уже Три газеты сжег Вроде и загорается Снова не хочет гореть Ну что ж Ну не сдаёмся Короче Фиг не знает Дрова вообще не хотят гореть Я уже 50 газет наверно сжег Да, у меня в багажнике много всего В том числе много газет Газеты прогорают Вроде как помаленьку Горят сами Что такое не везёт И как с этим бороться Батарея на фотике На камере Села Кончилась Вторую я конечно же Зарядил Заранее И оставил дома Конечно Зачем Сейчас на телефон Снимаю Что-то он даже Не нагревается пока Похоже дома я буду обжигать Свой казан А Вот с этой стороны Горячо То есть Масло Машинное Или Производственное Когда вот чугун Отливают Или Штампуют Я не знаю Что с ним делают Естественно Маслом Смазываются Производственными И вот Его надо сейчас Выжечь Вот с этой стороны Видите Он чуть-чуть Начинает светлеть То есть Вот он должен быть Такой со всех сторон Ну полностью Сначала его надо Выжечь А потом уже Растительным маслом Подсолнечным Пропитать Полностью Так как Чугун Пористый Его Надо Чтобы все поры Забились Именно маслом Создалось такое Антипригарное покрытие Ну что ж Попробую Помаленечку горит По идее огонь Он нам надо Побольше Чтобы Видите Вот Здесь вот уже Белеет Так вот и должно быть Идеи надо Чтобы он равномерно Прокалялся Ну как получится Что-то совсем плохо горит Помаленечку Прокаляется Видите Белеет Но совсем медленно Температуру надо Больше Больше Ладно Че уж Зря приехал что-ли Я пока Сальца Собственного Посола С хлебушком Скушаю Во время 12 часов Я еще Маковая Растинка У меня была Сала Жестовато Не откусывается От общего Куска Поэтому Так вот Тоненькими Пластиками Отрезаю Я отправляю в рот Замечательно Работаю Измнож Вроде Начало Чуть получше Гореть Вот видите Он стал белым И вот здесь Маленечко Вот здесь Осталось Маленечко Черного То есть Когда Полностью Он станет Полностью Масло выгорит Везде Везде Его нужно будет Остудить Остудить И промыть Водой Без всяких Средств Моющих Без мыла Просто водой Обычной Чистой водой Может тряпочка Немножко Потереть Ждем дальше Ну вот Проколил Полностью Сейчас Убираю С огня И пусть Он Сам естественно Остывает Когда Чуть подостынет Промою водой Еще Дров Здесь Насобирал Немножко Подрубил Потому что Нагревать Надо будет еще Раза Три В идеале Но Два Минимум Поэтому Пусть они Сохнут Они все Просто мокрющие Но Вроде горит Более-менее Пусть Сохнут Так Ну вот Остыл Важно чтобы он Остыл Самостоятельно На воздухе А не Остужать его водой Так Сейчас Он Теплый Сейчас я его Буду мыть Чистой водой Специально купил Пятилитровую Канистру Воды И Буду мыть Просто тряпочкой На этой перчатке А вон еще горячий Вот Вот Главное не использовать Никаких не химических средств Не моющих средств Даже мыло Хозяйственное И то не нужно Потому что сейчас Все поры у чугуна Открыты И Все что В них попадет Там и останется Зачем нам В еде Моющие средства И мыло Все Так Еще раз Нормально его промыть Вот Вода Холодная Так Отслеживать Промоем И Ставим Снова На Огонь Сейчас Просто Чтобы Он Высох От воды Потом Покажу Дальше Ну вот Вся вода Выкипела Казан уже Хорошенько Нагрет Сейчас Пойдет В дело Масло 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 То есть Наливаем Казан Масло Ну не знаю То как советуют То просто протирать Тряпочкой Там Парусовых ложек Где-то Написано Там Чуть ли Не 100 Грамм На литр Здесь 6 литров Так Вот Маслица Побольше Маслица Побольше И Начинаем Его Прокаливать Как следует С Шумовочкой Масло Вот так Вот На все края На 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 борта На вот эти вот тоже Вот так Вот И Прокаливаем Пока масло Не станет Уже дымить Потом Периодически Вот так вот Отдаем Маслом Все борта Все стенки И когда масло Уже начнет дымить Главное его не Передержать Потому что если он Начнет Будет уже Совсем подгорать Сильно-сильно дымить То это уже Тоже плохо Потом мы Сливаем масло Остужаем Промываем водой Ну и Повторяем Данную Процедуру А еще Это не обязательно Но Можно Порезать Лучок Как-нибудь Так вот Не мелко Крупненько И Кинуть В это масло Потому что Это масло Сейчас Первое масло Впитывается В стенки Ну и Аромат лука Ему Никак не помешает То есть Обжарим лук Это Малатка делает Но Я пару раз Видел Что так делают Поэтому Лишним Думаю Никак не будет Так Сейчас покажу Что там происходит Вот Лук Жарится И Этим Маслом Опять же Луковым Все Стенки Вот так Вот Охоласкиваем Какой Запах Ну Этот лук Наверно Не знаю Попробую Маленько Буду Не буду его есть Лук До Коричневого Состояния Но не до Черноты Чтобы Жженого Состояния Пуца Не было Ну вот Лук У нас Пожарился Его Вытаскиваем Чтобы Он Нам Горечь Жженную Не придал Блин В глаза Все Дым Убираем С Этим Маслом Еще Чуть Чуть Прокаливаем И Потом Уже Снова Остужаем Перчатка Подгорела Ну вот Снял Котелок Слил Масло И Сейчас Он Должен У нас Остыть А мой костер Как назло Опять Хорошо Разгорелся По идее Сейчас Немножко Разворошу Чтоб Он Не так сильно Горел Сейчас ждем Пока Снова Остывает Промываем Водой Водой Немножечко Тряпочкой И Повторяем Процедуру Снова На огонь Снова Маслом Прокаливаем Вот Казан Остыл Пошел Минут Десять Пятнадцать Делаем И Вот Снова Так Палили Тичкой Толстым Все Масло Надо Смывать Смывать Толстым Чё Разворачив появились небольшие какие-то желтые пятна может от лука карамель сразу пригорела рука жирная и снова на огонь снова на огонь опять подкидываем чтобы огонь был хороший ждем пока вода немножко выпарится вот эти вот капельки воды и снова поливаем маслом и обдаем все борта прокаливаем второй раз ну вот хорошенько снова казан прокаливается а вот где капельки воды сейчас они испарятся блин опять в глаза дым твою мать хорошо его обложил так и лью масло вот не знаю третий раз буду не буду прокаливать нет дома уже два раза хватит пожалуй и дома сегодня буду делать плов я конечно я хотел плов сделать из баранины купить курдючного жира баранинки вырезки костей бараньих сделать настоящий узбекский плов я смотрел кучу рецептов ну и уже сложилось представление как-то делается но жена у меня не любит баранину вот вообще просто никак сколько раз пытался ее приучить к баранине ни в какую а я просто обожаю баранину ну и баранина стоит дорого у нас сейчас с деньгами не очень но и замечательная свининка поэтому будет плов из свинины конечно не настоящий узбекский но узбекский свинина это конечно нонсенс но тем не менее то есть вот так маслицем прокаливаем потом так вот наклоняем на бочок так вот поворачиваем вот так вот ну и короче все бока прокаливаем маслом обливаем периодически вот здесь появились желтые пятна но мне кажется это от лука наверное больше не отчего продолжаю прокаливать ну вот масло уже начало дымиться в принципе думаю хватит вот так вот еще вот так вот когда я все полил ну и все и выливаю масло ай как бы мне его вылить так вот все сейчас жду пока остывает остынет ну и поеду домой готовить плов который рецепт которого вы тоже надеюсь увидите вот такой вот получился у меня казан немножко с желтыми пятнами но надеюсь антипригарное покрытие я ему сделал спасибо за внимание и пока пока б года пока до